Сажать нужно было не только шакро, но и дизайнера, который обставлял ему дом. В этом убеждены россияне, оставившие комментарии под видеозаписью задержания вора в законе в его собственном особняке. Сама видеозапись того, как спецназ ФСБ вяжет шакро молодого в его шикарном подмосковном коттедже, была выложена в сеть уже достаточно давно. Но именно в последнее время под ней появились десятки новых комментариев от пользователей, буквально шокированных безвкусной роскошью, которой обставлен дом главного бандита страны. Внутреннее убранство самой скромной комнаты в особняке шакро. И действительно, внутреннее убранство дома вора в законе напоминает интерьеры дворцов французских королей в стиле барокко и рококо. Но вот только воссозданы они, как будто бы, какой-то тетушкой-цыганкой, падкой на блестяшки и не знающей слова, умеренность все это нашло свое отражение в комментариях, россияне искренне не понимали, как взрослый и казалось бы, суровый и жестокий мужчина может без стыда называть этот кукольный дом своим. Также, пользователи предположили, что возможно шакро попросту переквалифицировался на воровство мебели и предметов интерьера, а все украденное тащил к себе в дом. Напомним, что состояние шакро молодого к началу 2010-х годов оценивалось примерно в полмиллиарда долларов. Субтитры создавал DimaTorzok